Сегодня за литургией мы слышали евангельское чтение, где повествуется о том, как однажды наш Спаситель, Господь Иисус Христос, проповедовал в местах малонаселенных, вдали от селений, то есть в пустынных местах, чтобы никто не мешал, никто не отвлекал, и три дня народ находился при Спасителе, слушал Его, то, чему Он учил, и вот к концу этого третьего дня апостолы обращают внимание Спасителя, говорят уже день к вечеру, вот уже три дня при Тебе не находятся, подпусти их в ближайшие селения, чтобы они пошли, могли купить себе пищу, могли подкрепить свои силы, потому что у кого что, если с собой было, то за вот эти три дня они уже все съели. И, конечно, духовная пища хорошо, но человек без питания не может, они могут ослабеть. На удивление апостолов Господь не отпускает народ, а говорит апостолам, что вы им дадите есть. Они удивляются, говорят, Господи, и на 200 динариев не хватит, чтобы хотя бы понемножку каждому чего-то досталось. Он говорит, принесите, что у вас есть. И вот нашлось у одного мальчика пять лепешек, пять хлебов от этих, и две печеные рыбки. И Господь говорит, принесите. Принесли ему, он благословил, преломил, передал апостолам и сказал, чтобы они так же преломляли эти хлебы, преломляли эту рыбу, раздавали всем, каждому подходящему. Причем давали не по кусочку или по норме, а давали по потребности. То есть это уточняется, что каждый брал столько, сколько хотел. Ну вот ребенку кусочек хлебца, кусочек рыбки, и хватит. А что будет этот кусочек большому взрослому мужчине? Ничего, никто никого там не мочил постом, как сказать, диетой. Сколько хочешь, столько и брали. Поэтому большие люди брали полный подол, может быть, рубашку там, или ткань, и хлеба, и рыбы. То есть ели все. Написано, сказано, что насытились. То есть полностью удовлетворили голубь. Не просто подкрепились, а наелись сытости. Но апостолы преломляли, и чтобы вот люди успевали, они это быстро делали, и клали на полотно. И получилось вот так, что Господь говорит, соберите все эти вот наломанные кусочки, и набралось еще 12 полных корзин. Вот это чудо видели все. И люди видели, и прославили за это Бога. Мы, читая это место из Евангелия, во-первых, видим здесь божественную власть, божественную силу Господа Иисуса Христа. То есть Он для Него, как для Творца, первоисточника всего, все возможно. Он может, как Он сделал из ничего мир, так Он может из самого малого сделать всем достаток. То есть Он преломляет, и по Его благословению апостолы преломляют 5 хлебов и 2 рыбки. И мало того, что все насыщаются, еще и дается это все с избытком. То есть еще 12 полных корзин люди видят остатков. Во-вторых, в этом месте важно, что апостолы обращают внимание Спасителя. Он дождался не сам, он был инициатором, он дождался, чтобы апостолы позаботились о людях. Потому что им в будущем предстоит быть духовными пастырями, то есть руководителями, не только руководителями, а сами. То есть заботиться о пастыре, а заботиться о тех, о том, кто им отдан в попечение. Важно не только о духовном, но и о земном их благополучии, о бытии, то есть чтобы они думали. И вот здесь апостолы проявили эту вот заботу человеческую. Также это действие было важно и для апостолов, потому что в будущем им предстоит питать божественным хлебом, божественной пищей, Словом Божиим. Несчислимое множество народов, а апостолов всего 12. И нам сейчас, конечно, через тысячелетия легко и просто сказать, но им же Бог помогал, они были под водительством Святого Духа. Конечно, да, вот так со стороны всегда кажется все понятно и просто только нужно делать. А в тот момент апостолы стояли в таком малочисленном количестве, то есть 12 человек, а перед ними задача принести Евангелие всему миру. И, конечно, у них могло так случиться, что посещать такие помыслы о том, что а как мы сможем это сделать, как мы сможем духовно накормить такое количество людей, если у нас и нас мало, и нас самих мало. И вот этим чудом Господь показывает, что не надо обращать внимание на слабость своих сил, на малые возможности, а надо делать то, что от вас зависит. И там, где заканчиваются пределы ваших возможностей, возможностей человека, там вступает действие промыслительной заботы Божией. Вспомним, что не случайно именно так звучит четвертая заповедь из десяти заповедей, данную Господом Богом, народу израильскому, через святого пророка Моисея. Полный день субботний, чтобы освещать его, шесть дней делай дела твои и сотвори в них все дела твои. Все седьмой же день, суббота, Господу Богу твоему. Это важно очень. Сотвори все дела. То есть сделай от себя все, что от тебя зависит. Результат не может зависеть от человека. А вот сделать все зависимое, человек от себя может. Да, не гарантируется результат, но чтобы был результат, там уже Господь, если необходимо, есть на той его воле, Он все это дело дополнит. И вот это увидели апостолы. Важно также обратить внимание, что Господь дает все с избытком. Мы читаем Евангелие, всегда это место от Иоанна, когда вот бывает память святых архиереев, патриархов, вот о пастыре добром. Там такие звучат слова, что «Я пастырь добрый, я хочу, чтобы имели жизнь и имели с избытком». То есть до жизнь, по-славянски звучит, до жизнь имут и лишше имут. То есть Господь не нормой, не мерой дает, как пишет апостол Павел в благодать, а дает с изобилием и с избытком. Поэтому мы видим 12 наполненных корзин оставшихся. Также важно, что дается, опять же, не каждому по мере, а по его желанию, по его необходимости. То есть вот эти подходящие питаться люди, дети, женщины, взрослые мужчины, пожилые люди, это образ разных душ, потому что духовно приходят люди в Храм Божий, вступают в Церковь Христовую. У каждого, конечно, не одинаковые духовные запросы. Кому-то, может быть, на первых порах и малого достаточно, кому-то побольше нужно, а кому-то нужно очень много. У него очень большие духовные запросы, очень большой духовный голод и жажда. И никто никому не отказывает, каждый может насыщаться полностью. То есть как можно сказать, как это выражается? Ну вот те, кто из нас, помним, вот есть это в житиях святых, конца 4-го, 5-й век, это конец 300-х годов, 400-е годы, там, когда пустынников находили, некоторые монашествующие, которые давно уже удалились в пустынные места, они спрашивали про христиан. А среди вас есть сейчас верующие, которые могут по воде ходить, которые могут горы двигать, там, смоковницу пересаживать одним желанием? Да нет, это странно, ведь это же было сказано спасителям, что даже если малую веру иметь будете, то так будет у вас все получаться, если сомнений не будет. То есть я к тому, что мы все подобны маленьким детям, которым этот маленький кусочек хлебушка, маленький кусочек рыбки, мы довольны. А вот были те среди нас, раньше жили, сейчас мы, конечно, не знаем, кто это из нас, в будущем будет известно, кому много надо, и кто много получал. Это вот, начиная с Антония Великого, наши русские святые, преподобные Сергии, Серафим Саровский. Вот их называют иногда в житиях святых, детописцы называют богатыри духа. Вот эти люди вот изобильную благодать получали Церковь Христовая, поэтому были тем, кто они есть. То есть они стремились к Господу, и Господь им даровал вот эти благодатные дары, щедро и изобильны. Поэтому, помянуя, помния вот это место, мы будем стараться всегда уповать на Господа, понимать, что у Него все есть возможности, но Его возможности, Его желания содействовать нам обязательно должны вот ложиться на фундамент, основания наших трудов, наших усилий. Пусть скромных, пусть, кажется, внешне малозначенных. Это так. Но все равно нужно стараться из-за всех сил делать все возможное. То есть не на половину, не на три четверти, не на девять десятых, а делать полностью. Это касаемо и молитвы, в том числе, что вот бывает, ну кто из нас скажет, что Его не посещают посторонние помыслы на молитве, рассеянность, иногда чувство холодности, такое бесчувствие, невнимание какое-то. И многие из-за такого состояния сокращают молитвы, бросают. Ну а зачем я буду молиться вот так, если вот нету того вот этого благоговения, жаркой, горячей молитвы? Зачем мне так вроде того, что вот его и не будет, если вот оставлять, если сокращать. А если думать, вспоминать, что положенное, которое у вас лично есть, установившееся количество молитвенного времени, правила, молитв, вот если его не оставлять, не сокращать, и все равно, стараться читать, молиться, то Господь постепенно и преобразит нашу душу, и усилит нашу молитву. Это очень важно. Дело в том, что преподобный Антоний, Великий, например, он жил вот, ну почти, 1500 лет назад, вот примерно вот так. И вот он говорил такие слова, что живя вот духовной жизнью и не увеличивать, например, молитвенные правила, можно. Это не страшно, если человек вот не увеличивает. Но когда вот начинает он вдруг сокращать, то есть потом, все меньше и меньше, это он говорит, что не очень хорошо, то есть это вот такой нехороший признак. Поэтому, будем честны, вот от чего это бывает? Люди думают, что это бессмысленно, бесполезно. То есть нету духовной молитвы, нету ощущений вот этих, кажется, плодов нету, понимания, ну и не надо. Надо, вот вспомнить эту вот ситуацию, то есть делаем то, что велит Спаситель, а что будет, это уже не от нас зависит. Поэтому, и наши уже современные вот святые отцы, можно сказать, что современные, это святые отцы 19 века, и святитель Игнатий Бринчининов, и святитель Феофан, Затворник, они вот эти вещи говорят, что молитвенный труд, он похож, вот как растопить печь, особенно в холодное время. Сначала туда, чтобы вы не вожили, как бы вы там не разжигали, она будет вот и трещать, и дым, и дым в комнату идет, пока она не нагреется, пока тяга не образуется. И все непросто. Но когда она разгорится, прогреется, все прекрасно, и тепло, и сухо, и ничем не пахнет, ни дымом, ничем, и все хорошо. Но требуется труд. Поэтому, что бы мы ни делали в нашей духовной жизни, какие бы дела ни предпринимали, да и в земле в том числе, то же самое. Наши бытовые, забота о друг друге, забота о наших детях, забота о родителях, вот где кажется, что вот эти малый труд, он ничего не значит, и поэтому можно делать там наполовину, спустя рукава, или там, как бы вот, или вообще отказаться от того, что все равно ничего не увидим. Вот вспоминайте это место из Евангелия, делайте все от себя зависящее, и в какой-то мере, это может быть даже странно звучать, мы имеем это оберзновение уповать на помощь Божьей. То есть, а вот если мы делаем не полностью, вот это вот на помощь Божьей, надеемся, уже получается грешной. Мы искушаем ее. Мы будем стараться. То есть, духовная жизнь многих людей вот по ней не ведет, или не понимает. Они почему-то считают, что такая, как бы вот, неинициативная, такая по течению плывет, такая вот неактивная. Вот нет. Наоборот. То есть, человек – это соработник Божий. То есть, Господь очень много и часто творит удивительные чудеса в нашей жизни через наши руки. То есть, не обязательно руки святых, даже через нас. И те верующие, которые делали малое, а получалось великое благо, великая польза, получалось большое что-то, они всегда говорили, что слава Богу, мы это сделали, это понятно. Но мы увидели, как Господь идет нам навстречу и помогает каждому из нас. А ведь даже не это главное. Главное, что получается, что каждый миг нашей жизни, он рядом с нами, он незримо все равно, даже когда мы о нем забываем и не думаем, он помнит о нас, он думает о нас, он заботится о нас, он близко с нами. И свидетельствует свою близость, своей промыслительной любовью, отеческой заботы. Аминь. С праздником! Продолжение следует...